Олег Макаров Окончил 10 классов средней школы города Ровно в 1951 году. В 1957 он уже выпускник Московского высшего технического училища МВТУ имени Баумана. Специальность – инженер-механик. В 1956 году, находясь на преддипломной практике, работал техником в ОКБ-1. Олег Макаров принимал участие в проведении летных испытаний кораблей «Восток» и «Восход», проектировал корабль «Союз-7К-0К». С июня 1965 года начальник группы проектирования систем и оборудования лунного орбитального корабля. В мае 1968 зачислен в отряд космонавтов. Проходил техническую подготовку в ОКБ-1, как один из первых гражданских космонавтов-инженер. С января 1967 по январь 1970 готовился к полету по программе облета Луны сначала в группе, а затем в качестве второго пилота вместе с Алексеем Леоновым и Валерием Быковским. Первый полет Олег Макаров совершил в сентябре 1973-го бортинженером корабля «Союз-12» вместе с Василием Лазарем. В этом полете были испытаны новые спасательные скафандры «Сокол». После полета космонавты в шутку говорили, что с ними был и третий член экипажа — товарищ Сухов. Именно этот экипаж положил начало традиции. Накануне полета все космонавты смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Второй полет Макарова стал суборбитальным. 5 апреля 1975 года корабль «Союз», пилотируемый Лазаревым и Макаровым, не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя при отделении второй ступени. Максимальная высота полета составила 192 километра. Спускаясь по баллистической траектории, космонавты испытали перегрузки силой до 24-х «Ж». Спускаемый аппарат с экипажем приземлился на склоне одной из гор на Алтае. Эвакуировали космонавтов только на следующий день. Третий полет Макаров совершил в январе 1978-го бортинженером корабля «Союз-27» вместе с Владимиром Джанибеком. Космонавты стали первыми посетителями орбитальной научной станции «Салют-6». Макаров и Джанибеков вернулись на землю на корабле «Союз-26», на котором на станцию за месяц до этого прибыли Юрий Романенко и Георгий Гречко, космонавты основного долговременного экипажа станции. Четвертый полет бортинженера Олега Макарова состоялся с 27 ноября по 10 декабря 1980-го на корабле «Союз-Т-3» по программе экспедиции посещения станции «Салют-6». Впервые после катастрофы «Союза-11» в июне 1971-го экипаж состоял из трех космонавтов. Мне кажется, что у нас экипаж Кезим Стрекалов и я получился. Мы практически сделали все, что нам было нужно. И кроме того, экипаж получился в том смысле, что мы, не тратя организационных усилий, находили каждое свое дело так, чтобы сделать его быстрым и хорошим. Вместе с Леонидом Кезимом и Геннадием Стрекаловым Олег Макаров ремонтировал на орбите систему терморегулирования станции. Также экипаж провел несколько важных научных экспериментов. В феврале 1980-го Олег Макаров защитил диссертацию в НПО «Энергия» и получил степень кандидата технических наук. Продолжение следует...